МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 на некоторые лекарственные средства. Чем мы сейчас занимаемся? С мая месяц компания «СК Формация» этим вопросом занимается. На местах соответствующие подразделения Министерства здравоохранения контролируют соблюдение и необоснованное повышение цен на лекарства. И еще один, что касается здравоохранения, вы тоже хорошо знаете, что согласно поручению Ельвасы и президента со следующего года у нас в стране внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Тоже сегодня мы говорили, буквально недавно в Караганде мы собрали всех заместителей Акимов областей, городов, руководителей управления здравоохранения филиалов фонда. И там мы показали предварительные итоги пилота, который сейчас идет по Карагандинской области, указали, какие есть недостатки, какие есть упущения. Самое главное, надо навести порядок в учете. На нашем результате называется актуализация. То есть каждый человек Казахстана, он должен быть зарегистрирован, он должен быть в учете, чтобы завтра оказывать ему медицинскую помощь. И следующее, чтобы эта система работала полностью, должна быть интеграция всех информационных систем, всех государственных органов. На чем мы сейчас занимаемся? Почти вся подготовительная работа сейчас уже завершается. Мы думаем, что до конца года мы всю эту работу выполним. И уже с нового года будет работать и обязательное медицинское сострахование, и гарантированный объем оказываемых медицинских услуг. Правительством определен 15 категорий. Вот нам часто задают вопросы, что будет ветеранами, что будет там инвалидами, многодетными семьями, детями, сирками и так далее. Вот все эти категории уходят в 15 категорий. Кроме того, параллельно будет идти гарантированное бесплатное оказание медицинских услуг. Самая главная роль медицинского страхования – это дополнительный источник для развития системы здравоохранения. То есть, как было сказано, Насултану Назарбаеву должна быть солидарная ответственность. Первый отвечает человек, второй – государство, третий – работодатель. Как это делается почти во многих странах, работодатель тоже должен нести ответственность за здоровье своего работника. Вот сейчас выйдет в 1,5%, а потом это будет до 3%. Берегаусыз, мы нау, маденетпенен спортшенуынен, бұл жердеденды, илкен сарақтың бұреу, жанайтыған жалахы, иволардың материалы, техникалы базысы. Ол жұмысты да біз енді, кәзіп, айнасылатырмыз, керешшылы, тиісті, біз енді, шараларда, қамылдаймыз. Спортшенуынен, жүз, нені, фокты салымыз керек, соның жеремексін бұйыл бұтырымыз керек, оның нәжелікті біліктерменен жұмыс жасаймыз. Ең негізгісі, бұқаралық спортпенің айын сатын, қазақстандық таржың сағынын 30%-а жеткізуіміз керек. Бұл тапсырманы елбасы берген болатын, қазіргі таңда ол 29%-ағыз. Олаймыз, оны біз енді орынбаймыз. Бұл тапсырманы жасауымыз керек, сіздер білесіздер, бұйылды жылдың қандай жыл әкендігі. Ағайдың 175 жылдығы, әл құрайбейдің 1120 жылдығы, Ұлотан соғысындағы женістің 705 жылдығы, алтын орғаның 720 жылдығы, соның бәрліғын әрдіңіз қазір дайындалыматырмыз. Тейістер, шарамығы бәрліғын жасағық, ол жөнінде жаңағы арты білерге айттық. Әсіресе, нау, 705 жылдығыға байланысты. Ол шарамларың бәрліғына, сіздерде ақсауыз құраймыз керек, бәрлі құрлердің, шарамлар жөнінде өңілерге тапсырма берген, енді соның орындалығының қантамасыз етуіңіз керек. Бірек ауыз сіз, нау, жұмыс бен қанту, еңбек жөнінен жаңа қысқаша, нау, айыз бұттыны, аталдарымы өттіп көріп туралы айттым. Бұрдарды сіздерден көп, нау, ұсыныстар аламыз. Бағана таңыртен бізіна алғанда болдық. Анау Дария елді мекенде қалық көнем кездесі өткіздік. Сонда еңбек министері біржан ұрынбеті пайындағын кезде қалық қолдады. Қол шақылықта, беткен себебі өзлеріңіз көріп ол сіздер. Осы атауыла әліметтік алам деп, жұмысын тастап кеткендер көп өттіп жұмыс тимейдіндер. Бұл әліметтік айтқанда масылдар. Ордан кейін өтірді ажырасу деген, тағысын көрсетпел деген, біз бұлан жол бермеуіңіз керек. Ең негізгі мәселе мұқташықпен масылды таржыға тәбелі бөріп. Ол болмайды. Масылдарға мемілгеттің еселімен қаржығы етін болса, онына етеміз қалайдамаймыз. Экономикамыз қалай көтірді. Оның екіміс ерсе, сау зыңдікті-зыңдікті жүгіттір енді жатыр. Мәз бұл бақтанып бұна әйелі маман болсын, әкешсем маман болсын деп. Себебі жаңағына елмай ететтар кейбір өлерді. Әйелінің алатын жағат ауылы көмегі, әкешсемінің алатын зенет ақысыз еп. Сондықтан болсын тазарды қолдырмау үшін, ең негізге біздің мақсатымыз еңбеге төгіріп. Оның ішінде өзі ата айтептір. Ата ауылы әліуметтік көмек. Уақытша беріледі. Мұқташтықтар қажат едетін отбасыларға көмек кесеу. Ол өзің-өзің асырау көріп. Сұмыс қоруынасы көріп, отмін сонда. Ағдайдамын бұл үмір бахнаталға көріп, ғылын мақсы үшінде қалайтың еп. үшінде 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 үшінде. Если срамнил суму, выделяеме на адресной социальной помощи с прошлым года, росту 9 разы. Мұқташын еп. Здесь Сұргарда үшінде 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 үшінде. изменения. Сегодня об этом мы докладывали, министр ездил по районам, докладывал. В основном население это поддерживает. Сейчас с нами разрабатывается внесение изменений в некоторые законодательные акты. До конца года мы должны сделать и начиная с нового года будет новый механизм оказания адресной социальной помощи. Здесь самый главный принцип. Посуде давать детям, многодетним семьям, начиная с 4 и дальше, без учета дохода. Адресная социальная помощь останется, но она будет оказывать, как сейчас, малообеспеченные семьи. И третий, это будет гарантированный социальный пакет в детских садах на гигиенические средства, в школах питания, школьные формы и проезд школьникам и лечение за счет фонда медицинского страхования. Уваш. 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 Продолжение следует... 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 Казахстан, уникальный вопрос, «Етекты, сырнайсы сырнайды» Уникальный вопрос, который мы говорим о чьем. Если уникальный дождь, то он не говорит о чьем. Он говорит, что уникальный дождь. Он говорит, что уникальный дождь. Вот такой дождь, что он молодец. Уважаемый Бержбек Машбекович, я к вам обращаюсь, потому что это вопрос касающийся общественной безопасности и социальной сферы, которая в любой момент может вылиться в беспорядке, как на кинетизе. В августе нашей редакции обратилась письмо к премьер-министру Мамина. В нем говорилось о коррупционной схеме, которая существует в сфере привлечения рабочих и тяных компаний. По письму началась проверка во всех четырех областях Западного Казахстана. Проверку проводит Министерство труда и социальной защиты, агентство по противодействию коррупции. Факты, которые перечислялись в письме, уже подтверждаются. Например, в Атравской области была взята под адрес работник управления координацией занятости населения, которая на систематической основе брала взятки от 500 до 1000 долларов за трудоустройство. Также выявлено 473 нарушения трудового и миграционного законодательства. Отчеты в редакцию приходят из разных ведомств. В то же время на меня идет давление через суд с угрозами. Один из тех, о ком говорится в письме, подал частную жалобу. Суд используется против меня, чтобы я замолчала. Надо, чтобы дело по моему обращению, именно по этому делу по моему обращению, работала оперативно-следственная группа из центра, так как я считаю, что на местах, скорее всего, существуют коррупционные или родственные связи. Этот вопрос очень чувствительный, его надо взять на контроль, тем более, что его крышу это высокопоставленное должностное лицо. В отношении привлечения иностранной рабочей силы, да, действительно, во главе с Генеральной прокуратурой, местные органы и, как было сказано в Министерстве труда, мы в 67 крупных предприятиях с участием иностранцев проводим проверку в отношении соблюдения прав создания условий казахстанцам и иностранцам одинаковых. Когда будет завершена вот эта проверка, будут приняты соответствующие меры. Я думаю, со мной все согласятся, что самым ожидаемым событием этого года после выборов президента ИНОООН это было послание президента, которое вышло 2 сентября. На сегодняшний момент, по прошествии определенного количества времени, мы видим, что работает и многие части этого послания уже осуществляются в жизни. Но вот лично для меня, когда я ознакомилась с текстом послания, я стала отрадована, что президент наконец обратил внимание на то, что работникам культуры уделяется не должное внимание. Это действительно подрывает авторитет работников культуры. И на мой опыт работы, я 7 лет работаю в музее, всего лишь двое специалистов принесли резюме и хотели бы работать в музее. Все это из-за того, что низкая оплата труда. И после того, как президент в послании озвучил, что будет повышена работникам культуры заработная плата, я думаю, что наконец кадры пополнятся молодыми специалистами. Это отрадно. Еще один пункт, который лично для меня был очень важен в этом послании, глава государства конкретно поручила ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовые насилия против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Для меня лично, как для женщины, как для матери, это прямое доказательство того, что государство заботится и о материнстве, и о детстве. Я думаю, что многие миллионы женщин в Казахстане теперь будут спокойны и за себя, и за своих детей. Если посмотреть в социальные сети, любую страницу, очень много объявлений о том, что пропадают дети, пропадают молодые женщины. В отношении несовершеннолетних совершаются насильственные действия сексуального характера. И что самое страшное, в основном совершают это близкие люди, а поры даже и родственники. Я надеюсь, как мама двух дочек, что будут приняты самые жестокие меры в отношении таких людей, чтобы мы, в конце концов, могли действительно за свое подрастающее поколение уже не переживать. Еще один важный момент в послании, который озвучил глава государства, возможность работающим гражданам использовать свои пенсионные накопления. Я думаю, что многие, особенно молодые семьи, согласятся, что когда мама в декрете с маленьким ребенком и работает один только папа, и нужно купить какое-то жилье, одному ему потянуть кредит, либо ипотеку, это очень тяжело. Если предоставится такая возможность, и будет принят такой закон, что возможно будут использовать пенсионные накопления для приобретения жилья, то многие молодые семьи решат свои действительно насущные проблемы. А для молодой семьи это самое главное – жилье. Ну и как сельского жителя меня радует тот факт, что будет продолжена реализация специального проекта Ельбаса АУ Ельбисага, благодаря которым будут решены многие проблемы строительства школ, ремонта дорог, строительства спортивных площадок, обеспечения населенных пунктов, водоснабжением, электрификацией, газоснабжением и так далее. И самый, наверное, острый вопрос – это ремонт дорог, и надеемся, что благодаря этой программе это будет все решено. Ну и в заключении хотелось бы сказать, после того, как сама лично ознакомилась с посланием, я неоднократно читала комментарии своих соотечественников по поводу послания. И вот один блогер написал, если президент воплотит в реальность те пункты, которые он озвучил в своем послании, он станет для меня кумиром. Ну разве один президент сможет это сделать? Каждый из нас должен приложить немало усилий для того, чтобы построить действительно сильное государство. Это наша общая цель. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Поддержки работников культуры. Единственное на один вопрос, я не отвечаю, это по отношению использования пенсионных накоплений. Сейчас, согласно поручению президента, при правительстве создана рабочая группа, куда мы включили всех экспертов, ученых, специалистов, которые занимаются вопросами пенсионных накоплений. Сейчас мы работаем. Что надо сделать? Самое главное. Надо сделать актуальный расчет. Посчитать надо, простым языком сказать, сколько пенсионных накоплений. А потом уже идти дальше. Нам надо сделать так, чтобы это пенсионное накопление завтра, после выхода на пенсию, этому человеку хватило до конца его жизни. Вот самый главный вопрос. Сейчас мы будем это смотреть. Ну, что касается дороги, вы знаете, наконец-то на территории Западно-Казахстанской области начали строиться дороги. Осталовка, вот такие науки, Ахсерарай, ну, научаревек и так далее. Так что это все будет. Спасибо.